привет ребят привет привет у нас сегодня очень вкусный макбанг у меня сегодня жаркое кто знает чем отличается жаркое от тушеной картошки с мясом тем что каждый ингредиент обжаривается не надо думать что много масла нет это немного масла но постепенно добавляется добавляется обжаривается а потом тушится очень вкусно так дальше маринованные томаты кубаночка вот я купила в русском магазине так это я себе отложила возможность хлебнуть вкусненького рассола и это я делала этот рулет пятиминутка советский рулет пятиминуткой девочки загляните когда он выйдет он выйдет через пару-тройку дней когда выйдет этот рецепт загляните посмотрите и сделайте ребят это настолько просто и быстро я даже не ожидала честно окей так на меня не смотрим я сегодня представлять я всю ночь не спала щас расскажу почему возможно чуть-чуть на старелочка потому что копает боже какая вкусная картошка дай бог чем жаркое вот для меня вкуснее чем тушеная капуста тем что ты сначала обжаривать картошка та же да она снаружи получается вроде как прям совсем разваренная а внутри такая тверденькая она не развалена ну куда не расходитесь у нас серьезная тема боже блин как это вкусно платить тобой уже час дня а я еще не ела короче посмотрите на мной внешний вид еще не всю ночь смотрела фильм что еще сказала слушала аудиокнигу о никаяне феликсе держинском сталине то там еще кирове а хрущеве и что я хочу вам сказать вот знаете не слушала ну во первых да просто лежала и думала по поводу революции во первых на мой взгляд как бы не ну не жестоко это вещь на революция на мой взгляд все-таки царский режим под конец уже сам довел до этой революции то есть наши бояре так скажем так ахирели так знаете как как зажравшийся рим вот так если взять посмотрите как жили крестьяне ведь все они микоян особенно ну пи первые до революционеры одни из первых микоян тот же сталин тот же береда они же образование могли получить только у попов только в семинарии тот же микоян сын пастуха вот единственное что берем берем сын бедной княжны грузинской ну бедной потому что вдова сталин тот же та же самая семинария фелик дзержинский та же самая семинария по сути ни школ ни хера не было большая часть тут же микоян например он получил первое образование от учителя сильного революционера который там был его даже по сути без попов нельзя было получить спасибо буду здорово солнце вот и что я хочу сказать смотрела я слушала вчера все их биографии микоян конечно вот я понимаю что этот счет который тоже подписывал и расстрельные статьи и все на свете но он очень много сделал реально очень много для его же когда поставили главным там по папа по снабжению уже отказывался долго письмо сталину писал что он в этом ничего не понимает он не может это просто этим заниматься его как бы заставили все равно и в америку он ездил смотрел как они живут как они питаются и все остальное берия много сделал конечно для грузии говорят что до берии у грузин толком даже канализации не было благодаря берии появилась канализация по на папа появились добыча нефти появилась появились заводы производство появилось ну то есть школы появились прямо на а до него это было практически самый нищий губернии все эти были наверное каждый из этих сволочей якобы да они все ты но смысле якобы они много людей убили хотя я не знаю почему так прославился берия но если честно до берии все эти репрессии были только до берии допустим да был ежов ежов сажал и убивал простых людей после ежова пришел перья который начал убивать себе подобных то есть людях людей в чине вот разница в чем он как бы немножко вектор сменил берия и ну ладно я не об этом вообще не об этом ребят рассольчик не вот какие американские огурцы тоже допустим алла сольный ойма маринованные вкусные но там нельзя попить рассольчика когда ежова алиса дружила съешь у мы ему долго объясняли что вот эту водичку можно пить после того как ты там напился голова баре то овощи там понять мог о кубаночка вот тот же анастас микоян да он всегда думал что их губерния там где он родился все такое кстати ну одна из бедных когда он приехал в ростов ну уже будучи там революционером уже будучи имея как как какие-то полномочия он никогда не видел чтобы люди так бедно жили то есть трупы были даже на улице очень ну как бы уже слышали люди про каннибализм про то что жрут друг друга нищета была страшная просто страшно голод был страшный и когда те же украинцы говорят что там специально ну для их народ и их народ делали так чтобы их народ погибал от голода это неправда от голода погибали все и вот микоян где бы он не ездил вот на тот момент когда он там был он даже где-то написал что я нигде не видела так не видел такого ужаса как просто и вот но опять же каждому свое да когда хрущев начал объезжать украинские деревни да он даже потом где-то написал что зашел в какой-то дом а там женщина разделывает труп своего ребенка поворачивается и говорит ванечку мы уже съели а вот тонечку мы еще за сейчас засолим и немножко прорывем и когда он об этом рассказал сталину сталин кричал ты народник и народник не рассказывай мне это везде было тяжело так ладно я опять не об этом я знаете о чем мне сегодня ночью пришла такая мысль гола а в голову а кем бы были мы вот сейчас на данный момент в двадцать первом веке если бы не было революции вы когда-нибудь об этом задумывались вот если бы ее не было я начала думать у меня получается а папу если взять у папы далеко-далеко про 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 были даже графья но последний из этих графьев все пропил все продал сидел в тюрьме по моему насколько я знаю за долги и даже продал свой титул я правда не знаю как это вообще могу ну в общем короче все остальные после него были в принципе нищие рядом были деревни поэтому они стали крестьянами отец мой дед отец отца был этим кузнецом вот поэтому я не думаю что тут даже дело не в революции все стали бедными без революции вот поэтому я так думаю что ну вот папа только вспоминает временами и а графа воров а вот поэтому я думаю что они голодранцами так и были бы но если честно сильными уж голодранцами они не были потому что у деда была такая профессия кузнецов хороших было мало вот что у них у него одного у него по-моему еще у кого-то ветеринара что ли я не помню был документ разрешающий короче у них были паспорта у них было разрешение покидать деревню и выбрать любую к деревню или город в котором они хотят жить и и когда сталин начал выселять татар из крыма кем-то надо было заселять крым деревне все они могли же стоять пустыми а татар по моему за несколько ночей чуть ли не выселили всех кто-то же там должен был жить и те кто должен был жить тоже селе вселялись насильно по сути у людей были дома да люди жили всю жизнь своих вот со смоленска их перри просто деревнями перевозили в крым насильно никого никто не спрашивал и они пожили в крыму и у бабушки не подошел климат как ни странно у бабы маруси то есть она плохо себя чувствовала и они потом переехали в запорожье и вся семья жила в запорожье и я еще я уже родилась бабушка с дедушкой жили в запорожье в селе водяное вот то есть ну это конечно не голодранцы то есть на фронт деда не взяли как он не просился потому что он был чуть ли на несколько деревень единственный кузнец вот ну не голодранцы ну как бы не граф я то есть отец точно никаким графом бы не был не был мама мамы вся родня из евпатории у мамы очень много поколений много-много поколений и все коренные крымчане они ну вот деда прадеда прадеда своего я видела живым когда мне было 16 лет ему было сто с лишним лет вы вообще ужас я почему-то ощущаю я воспоминания у меня такие прям вот как будто вот из фильмов ужасов знаете старики в таком возрасте такие страшные это кошмар ужас какой-то но неважно я бы видела живым вот он он был до революции наверное наверное там нужно мещи мещанин да как бы тот который лёша как же это называют как как они назывались ну не крестьянин зажиточная а выше кулак кулак это кристи это уже блять революционеры их назвали кулаками до революции задолго назывались а за шоу нет он не был зажиточным они он бы ну допустим нет-нет-нет он был мещанин почему я знаю это потому что до него то есть все предки у него была фамилия хитсун они бы они все евреи но я так понимаю фамилию меняли до него все были еще богаче то есть у них есть даже было 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 кладбище хитсунов всех их семьи со склепами богатыми то есть это не были зажиточные крестьяне это были такие это не были дворяне но это были вот миши наверно миши не миша не это тоже дворяне да нет значит миша не ну короче у них был кладбище и даже его снесли не так давно то есть мамина двоюродная двоюродная племянница ездила на видео снимала перед тем как это кладбище снесли кладбище хитсунов когда пришла революция деда раскулачили прадед прадеда раскулачили и он кровью смыл позор свой на фронте него очень много медалей он у него несколько ранений вот и он смыл позор того что он был богатым на фронте вот поэтому поэтому мама получается было бы достаточно обеспеченной женщиной и думаю что ни с каким папа и в ее бы судьба не свела я так думаю вот тем более тем более еврейская семья еврейская семья отец ну то есть они русские я не думаю что еврейская семья позволила бы выйти замуж за русского дальше лёсочка вот получается его предки ой ребят вообще клёвый такой клёвый просто я проще выпечки даже вообще не видела а его предки получается были сосланы а в каком лишь как тебе кажется в девятнадцатом восемнадцатом девятнадцатом сосланы из польши евреи в сибирь кстати их очень много было на самом деле я сегодня слушала про феликса дзержинского он оказывается тоже польский еврей которого кучу раз ссылали в сибирь откуда он бежал то есть там он все знал вот ну и вот получается предки мещанский они были сосланы в сибирь евреи тогда очень много евреев ссылалось вот но так как это были умные товарищи его предок быстренько крестил всех своих детей и в документах ну наверное кому то было проплачено да алёшенька в документах была поставлена национальность русские вот и ну в принципе они стали такими я так понимаю более менее зажиточными крестьянами там никакой национальности и не было национальности русские в то время православные и неправославные да а евреи как евреи то были евреи и иудеи и что ты меня не хвалишь хвалю хвалю ты меня хвалишь вот и получается у них у всех было много много детей и они были такими я так понимаю зажиточными крестьянами которых так как они стали православными которые избежали гонений и этим соответственно отказались от исторической родины когда мы начали узнавать можем ли мы выехать в Израиль нам сказали вы евреи вы конечно евреи вы молодцы только вы здесь евреи а на репатриацию да по-моему так называют вы не заработали потому что ваши предки отказались сами от своей исторической родины вот так а и фамилию он сменил был мещанский стал мещанский вот так но опять же для него революция то есть если в девятнадцатом году веке предки Леши не могли позволить образование своим детям вообще то в двадцатом в начале двадцатого во время революции да уже несколько сыновей да получили образование да ну что они так говорят что ты смеешься ну это все века попутала и так чуть чуть ну в девятнадцатом двадцатом была революция ты сказал что они смогли получить образование я тебе сказал что отец моего деда смог позволить своим детям образование это когда в каком веке ну двадцатые годы так я так же только что сказала дальше ну а он малым был уже тоже в начале века был в начале двадцатого века он был до революции все равно Да, вообще он не смог Его отец не смог своему выводку Ни одному позволить То есть получается для них революция Это все-таки была победа Для них революция Ну вот по сути Дед Блин, не буду рассказывать Я про твоего деда хочу отдельно рассказать Я с матерью поговорю У Леши очень интересный дед Который стоит отдельного видео Он встречался со Сталином Лично, Леша все время смеется С фразой лично Лично я имею ввиду, лицо к лицу Он был не один, конечно он был не один Он был с другими солдатами, парнями Но тем не менее Лично они Беседовали напрямую со Сталином Потом я о нем расскажу В общем для него Для таких как он Он получил образование Он работал Кем он работал на заводе? Кем-то Бухгалтером? Ну то есть Он Получил такую Работу уже не физическую Да как бы То есть Для их семьи Революция Бабка Лешина Вот я ее еще застала Да Она вообще Насколько я знаю Работала И ей платье Маленькая Чтобы не умереть Она по-моему Доила коров Да И кормили ее молозивом Она рассказывала Поила телят Маленьких Поила телят Помогала дояркам И ее за это Подкармливали Вот Малозивом От коров То есть Если бы не было Революции Ну кем бы она была? После революции Подкармливала Нет Понятно что голод Там отсутствие Небога Но тем не менее Ты посмотри допустим Как она потом жила Ну не жила бы она Без революции Так Ну что У нее было Несколько У нее был дом Она могла позволить Своим детям помогать Ну что Не так Что бы она могла Себе позволить Без революции На бабкину Семью Как раз В положительном ключе Точно Ничего там не повлияло Нет Я не про бабкину Семью говорю Я говорю про то Что например Ну во первых Мне кажется Если бы не было революции Нарабабка с дедом Даже не встретились бы Ну это знаешь Скажите Он зачем это делает Зачем он меня злит Ты темы такие поднимаешь Ну вот Ну вот я сегодня Вот думала об этом Вот скажите мне Пожалуйста Ребят В комментариях Подумайте Сядьте И напишите Вот получается я Ну давайте так Если даже Мои родители Все таки Были бы вместе Отец Все равно Был бы голодранцем Да Ну крестьянином Да Материны Материна родня Мещане Да Ну вот Наверное Там были бы Какими-нибудь Или богатыми Крестьянами Или мещанами Получается У Лесочки А слушай Подожди У Леши Отец Он погиб Когда Леше Было 18 лет У Леши У отца Семья Мать Слушай Она кем-то же была Даже Что там Ну эти явно проиграли От революции А кем они были До революции Верующая Там по бабкиной линии Церковнослужители были И бабка Даже еще была Да Церковнослужитель Как бы Продолжала Даже во время Этого То есть Очень верующие люди Которые служили Церкви И очень обеспеченные люди Нет Ты просто крестьяне И получается Вот Отец Лешин уже родился В такой В семье 11 детей Пыры Дед работал Прадед на заводе Там все дела Дед Вот Но дело не в этом Дело в том Что они получается Ну вот Если бы все равно Родители встретились Грузчиком в порту Он работал А не на заводе Грузчиком в порту Грузчиком в порту Блядь Я ему сейчас морду набью Хорошо Грузчиком в порту Какая разница Графом он не был Какая разница Так Хорошо Если бы все равно Родители встретились Так Мать получается Если бы не было революции Крестьянка Дочь крестьян А эти церковнослужители Нет Почему Она же замуж вышла За Такого же голодранца Ну Нет А если бы не было революции Может он тоже был бы Кем-то Такой могло быть Ну кем бы он был Не знаю Тоже церковнослужителем Каким-нибудь Ну что Ну что Чем же грузчиком И был бы Нет Ну получается В принципе Ну Семья Ну все равно Не нищая Да была бы семья Ну тут Такие Ты это уже говорил Ты такие темы поднимаешь Ты такие темы поднимаешь Ты это уже говорил Да Темы кстати Слишком Напишите мне Пожалуйста Вот так вот Ольга Соловьева Ну я к примеру Говорю Там Врачи Вот кем бы вы были Если бы не было революции Вспомните своих предков Если бы никаких Вот этих Перетряс не было Кем бы вы По логике Должны быть В своей семье Ну или на каком уровне По Обеспеченности В общем короче Меня занесло Да ребят Ну это интересная тема Ну согласитесь Интересная Я просто о чем Почему у меня на нее Почему я на нее Так застряла на этой теме Потому что Революция Для кого война Для кого мать родна Революция Для кого-то горе Да Ты живешь Ты богатый человек Ты дворянин И вдруг завтра Ты знаешь что вся жизнь У тебя прописана У тебя все хорошо И вдруг завтра Приходят голодранцы И сжигают твой дом Ну как можно их любить Не знаю С другой стороны Я смотрю фильм Например Два капитана Да Где я вижу Как Ловят Беспризорников Да Дают им образование И при этом Они потом становятся Там Летчиками Капитанами Там Моряками Да Учеными Для кого-то Ведь революция Это было спасение Микоян Сын Этого Как он называется Пастуха Ну скорее всего Пастухом он бы не был Потому что он сильно Проявлял себя В обучении Его даже бесплатно Отправили учиться От семинарий То есть Скорее всего Он был бы священником Феликс Дзержинский Который Блять Море крови пролил Скорее всего Был бы священником Сталин Скорее всего Был бы священником То есть Ну если бы Их дикие характеры Не проявились То Во всяком случае Они Они учились там Они Показывали свои знания В принципе Они Там их заметили Их рвение в учебе И все такое Ну Вот так вот Кем бы они были Дай бог Если бы священниками Хотя Фелик Дзержинский Он в принципе Дворянин Он сын Математика Правда Отец умер Когда ему было 5 лет Но я имею ввиду Что это не такая семья Вот В общем У меня сегодня Столько в голове было Что я даже не спала Полночи Расскажи Вот сядьте подумайте Вот кем бы вы Сегодня могли быть Ну вот кем Если бы не было революции Если точно так же Потихонечку Шел бы Менялись бы цари И все шло как было Да подавляющее большинство Графьями были бы А мы сейчас посмотрим А что за ирония Я не поняла Что за ирония Это как Булгаков Булгакову говорят Ой вы знаете Я где-то в ресторане была Там женщина работает Ну в эмиграции Там женщина одна работает Боже Она 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 самим царем Зналась А он стоит такой Говорит Боже мой Когда я нахожусь В эмиграции Я Встречая русских эмигрантов Я понимаю Что 70% Из них были Графья Остальные Просто ходили Рядом с царями Все дорогие мои Я вас люблю Целую Пока пока Пожалуйста Напишите мне Мне так интересно Только по честному Вот только по честному Все Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok